Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в одной из школ советского района Самары ребенок перочинным ножом нанес ранение своему однокласснику. Конфликт произошел на уроке. Учителем, который это видел, сразу же она спустила пострадавшего ребенка на первый этаж в медицинский кабинет, где находился фельдшер, он тут же начал оказывать помощь. Руководитель учреждения сразу вызвала скорую помощь. Были открыты все въезды на территорию, чтобы беспрепятственно скорая помощь. Карета попала в здание. Ну и, конечно, сообщили в полицию. Ребенка доставлен сейчас в больницу. Мы очень надеемся, что травма несерьезная и, конечно, желаем побыстрее выздороветь. По данным пресс-службы губернатора Дмитрий Азаров поручил министру образования и науки Самарской области Виктору Акопьяну совместно с правоохранительными органами разобраться в произошедшем. Ситуация находится на контроле у главы региона. Путепровод 139-й километр закрыли на ремонт. Власти рассчитывают, что обновление трассы продлится до 2025 года. С самого утра понедельника на улице Земица действуют ограничения движения. Так скорректировали работу светофоров на прилегающих маршрутах. Почему необходим был ремонт и как теперь организуют проезд, минуя этот участок дороги, узнал Михаил Ермоленко. Путепровод 139-й километр – важная транспортная артерия города. По маршруту ходит общественный транспорт. Трасса пользуется популярностью у автомобилистов и особенно у работников заводов, а их здесь немало. Главный ракетно-космический центр, предприятие авиационной промышленности, конструкторское бюро. Улица Земица давно нуждалась в ремонте. С 10 апреля дорогу от въезда на территорию завода «Прогресс» до улицы Литвинова закрыли для обновления. Оно пройдет в несколько этапов. Мы говорим о двухгодичном контракте. Первый из них на первый год, который, в 2023 год, мы ставим задачу – это полный ремонт информационных швов и в данной ситуации трамвайных путей и восстановление асфальтового покрытия в минимум в нижних слоях. Это по проезжей части и открытие движения по трамвае. Это задача, которая стоит на октябрь месяце. В связи с закрытием движения транспортные потоки неизбежно перераспределили. Первый вице-мэр рассказал, что основную нагрузку при объезде путепровода возьмут на себя улицы Берегова и Победы, проспект Кирова, заводское шоссе. Также движения общественного транспорта будут постоянно контролировать. Кроме того, рассмотрели предложения от сотрудников предприятия «Прогресс» и авиационного завода о запуске дополнительных автобусных маршрутов. Они будут ходить от Барбошиной поляны по проспекту Кирова и до Юнгородка. Ситуацию на дороге будут постоянно мониторить представители Самарского департамента транспорта. В течение целого дня работники Центра организации дорожного движения будут находиться на всех ключевых перекрестках по направлению к предприятиям. Это и Победа Кирова, это и Кирово-Заводское шоссе, это и непосредственно заводское шоссе Землица. На всех ключевых направлениях будут наши работники находиться и смотреть, как организовано дорожное движение. Уже сейчас специалисты скорректировали работу светофоров. Так, на пересечении проспекта Кирова с улицей Победы, Кирово-Заводского шоссе, напротив Кировского рынка, завода Гидроавтоматика, фаза зеленого света в направлении заводов увеличилась до 120 секунд. Если будет нужно, изменят и дорожные знаки. Учитывая обстановку, могут либо разрешить парковку, либо запретить. Установят соответствующие знаки. Автомобилисты, работники заводов и жители района ситуацию понимают и говорят о необходимости ремонта путепровода. В достатке там всегда провален асфальт, там какая-то арматура торчит. Ну, в нехорошем он состоянии, если честно. Ну, дорога важная, но я говорю, я там редко езжу. Ну, понятно, что это как-то усугубит ситуацию вообще в целом по городу в плане трафика. Ну, ремонтировать тоже надо. Особенно внимательно отнеслись к просьбам заводчан. Во время подготовки к ремонту обустроили территорию, по которой работники предприятий будут идти утром и возвращаться обратно к остановкам общественного транспорта вечером. Мы проложили где-то приблизительно метров 600 пешеходной дорожки перед закрытием моста. Соответственно, по ней можно будет добраться заводчанам от предприятий, где они работают, до ближайших остановок, где ходит общественный транспорт. Активно приводят в порядок дороги, которые возьмут на себя часть нагрузки после закрытия путепровода. В самом начале сезона ремонта обновляют сразу несколько маршрутов Кировского района. Это улицы Береговая, Алма-Атинская, Республиканская. Их ремонтируют на средства НАЦПроекта «Безопасные качественные дороги». Старый асфальт полностью фрезеруют и укладывают новый. Используют современные материалы, чтобы обеспечить повышенную прочность дорожного полотна. Решили вопрос доступности одной из остановок общественного транспорта. В период закрытия путепровода будут использовать трамвайное кольцо не в районе Костромского переулка, а на Юнгородке. И чтобы горожане могли свободно добраться до остановки по тротуару, который находится между кольцами, предпринимателям запретили выставлять лотки на улицу, рядом со своими торговыми площадками. Администрация промышленного района провела соответствующую работу. Ремонт путепровода наземится полностью на контроле главы Самары Елены Лапушкиной. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков, Константин Головин, Игорь Казановский. События. Более 80 тысяч человек с начала месячника по благоустройству вышли на уборку и обновление города. В эти выходные в столице региона прошел первый субботник, в котором приняли участие сотрудники администрации города, профильных ведомств, предприятий, жители областного центра. В общей сложности Самару приводили в порядок почти 40 тысяч человек. Об этом рассказали на еженедельном совещании в мэрии под руководством главы города Елены Лапушкиной. Насколько город готов к летнему сезону, что еще предстоит сделать и какие вопросы в администрации города обсудили дополнительно, расскажет Ольга Павлова. Приводить город в порядок после осенне-зимнего сезона самарцы традиционно выходят в начале апреля. Ежегодный месячник по благоустройству стартовал 1-го числа и менее чем за две недели в нем приняли участие более 80 тысяч человек. Столица региона уже прошел первый средний к 5-го апреля, а 8-го числа горожане вышли на первый в этом месяце субботник. Сотрудники администрации, профильных ведомств, предприятий и жители Самары приводили в порядок дворы, улицы, скверы, парки и набережную, уделяя особое внимание гостевым маршрутам и территориям, благоустроенным по программам «Комфортная городская среда и содействие». Также с 1-го апреля начались работы по ремонту дорог картами, горячим асфальтобетоном. В работе уже 5 объектов. Это улица Береговая, которая сегодня у нас. Уже там один из основных объектов. Республиканская, Алматинская, Театральная и Гвардейская. Дальше работы будут продолжаться. На прошедшем субботнике были выполнены работы по подметанию и мойке пешеходных ограждений, сбору и вывозу зимних накоплений, прочесыванию газонов, санитарной обрезке деревьев и валке аварийных. Собрать с городских территорий удалось более 5000 кубометров мусора. Также проводилась очистка опор уличного освещения, уборка трамвайных путей и остановочных павильонов. Особое внимание уделили скверам. Здесь обновили и отремонтировали малые архитектурные формы, урны, скамейки, ограждения, элементы детских и спортивных площадок. К 9 мая надо проконтролировать все объекты наши мемориальные, все памятники, все доски. Посмотрите фасады. Если есть какие-то замечания, но своевременно в рамках компетенции информируйте. По фасадам зданий тоже обращаю внимание. Граффити зарисовываем, столбы чистим, заборы восстанавливаем, закрашиваем, где есть граффити. Обсудили на совещании в мэрии и работу муниципальных ярмарок на территории Самары. В настоящее время в столице региона действует 12 круглогодичных ярмарок с общим количеством 554 места. Начались работы по переоборудованию некоторых из них. Открытие в новом формате состоится к концу мая 2023 года. А с 16 апреля начнется цикл тематических мероприятий на площадке ярмарки Киевско-Тухачевского. В рамках мероприятий планируется ведущие, музыкальное сопровождение, проведение конкурсов, бесплатное угощение, дегустация для гостей блюдами, приготовленными и с продуктом, который реализуется на данной площадке. Кроме того, в 2023 году планируется проведение 10 сезонных муниципальных ярмарок с общим количеством 421 торговое место. Также, благодаря раннему потеплению, судоходство на реке Волга началось раньше обычного, поэтому традиционная сувенирная ярмарка на Максима Горького начнет свою работу с 15 апреля, а не в мае. Сувенирные домики уже доставлены и обустраиваются. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. В уборке города приняла участие и глава Самары Елена Лапушкина. Вместе с неравнодушными гражданами она приводила в порядок Ильинскую площадь, расположенную на пересечении Арцебушевской и Красноармейской. Подробности в нашем сюжете. На уборку города в эту субботу вышло около 20 тысяч жителей, сотрудников предприятий и муниципальных служащих. В Самаре продолжается месячник по благоустройству. Субботники и средники проходят во всех парках и скверах города. Ильинскую площадь, расположенную на пересечении Арцебушевской и Красноармейской, вместе с неравнодушными гражданами приводила в порядок и глава Самары Елена Лапушкина. Здесь расположены часовни иконы Божьей Матери взыскания погибших, лавочки и детская площадка. Площадь – одно из любимых мест отдыха горожан. В выходные там красили скамейки, срезали засохшие ветки кустарников, убирали опавшую листву. Я выходила сегодня на уборку в долгожданном чувстве, что наконец-то весна наступила, наконец-то мы город чистим, наконец-то он просыпается от зимы, покрывается зеленью. И хочу, конечно, пользуясь случаем, призвать всех наших жителей, призвать все предприятия, учреждения, принять участие в наших субботниках, в наших средниках, потому что это наше общее дело. Все мы хотим жить в уютном, непыльном, чистом городе, все мы хотим жить среди зелени, дышать свежим воздухом. А уж все вместе мы справимся с этим гораздо быстрее и гораздо эффективнее. Многие самарцы на уборку города вышли с детьми. Среди них и Светлана Петрунина. Она пришла с девятилетним сыном Мишей. Говорит, взрослые должны не только заботиться о любимом городе, но и учить этому детей. Нам надо помогать городу весна, и нам хочется, чтобы наш город был чистый и красивый. Мы с удовольствием участвуем в этом субботнике вместе с своим сыном. Очень хочется не только, чтобы мы участвовали в этом замечательном мероприятии, но и все жители нашего замечательного города. Давайте сделаем город чище, нам будет самим приятно ходить по нашим красивым чистым улицам. Давайте стараться не сорить, давайте, например, маленьким детям, и не только маленьким, но и взрослым людям. И если мы начнем сами с себя и будем сами за собой убирать, я думаю, все вокруг тоже начнут это делать. Принять участие в уборке города можно до конца месяца. Территории и общественные пространства приводят в порядок по средам и субботам весь апрель. Городские власти готовы обеспечить активных жителей всем необходимым – граблями, перчатками и мешками для мусора. За инвентарем можно обращаться в управляющие компании. Виктория Шара и Николай Епифанов. События. Привести в порядок не только улицы города, но и знаковые места. Во время субботника жители Куйбышевского района благоустраивали Ерик-парк. Это новое для Волгаря пространство появилось два года назад и сейчас пользуется огромной популярностью. Как преобразилась площадка, увидела наша съемочная группа. Второй традиционный субботник в этом году собрал жителей и сотрудников администрации Куйбышевского района в знаковом месте. Активисты приводили в порядок Ерик-парк. Его первую очередь благоустроили два года назад и сейчас пространство – одно из излюбленных мест отдыха. Минувшие выходные внимание уделили уборке газонов, тротуаров, пешеходных дорожек и новых разных архитектурных элементов, которые появились в парке после обновления на средства национального проекта «Жилье и городская среда». Следующую субботу мы работаем на другом нашем общественном пространстве, на Сухой, в сквере Речников, куда, кстати говоря, пользуясь случаем, всех приглашаю. А через субботу мы снова вернемся здесь в Ерик-парк, надеемся, что будет уже посуше. И у нас появится возможность больше заняться именно склонами к воде и самой гладью водной. То есть мы уже с лодками сюда придем и будем, соответственно, весь мусор, который у нас на воде после зимы скопился, убирать. Администрация Куйбышевского района помогла организовать для жителей инвентарь, все расходники, мусорные мешки и перчатки, и сами сотрудники вышли убираться. Поддержали активных горожан и местные волонтеры. Всего на территории Куйбышевского района на субботник пришли около тысячи человек. Все хотят принять участие и в субботниках, и во всяких уборках, и в Ерик-парке на территории Куйбышевского района, убрать остатки зимы, листву и благоустроить наши любимые места нашего любимого района. Первую очередь Ерик-парка благоустроили в 2021 году после победы пространства в рейтинговом голосовании. Его проводили в рамках программы формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». В планах развивать парк и дальше. Вторая его часть в 2022-м во время голосования заняла третье место, набрав почти 23 тысячи голосов. Поэтому к осени жители увидят обновленным и продолжение парка, которое тянется от улицы Казачьей до 57-й школы. А уже с 15 апреля на федеральной платформе стартует голосование за благоустройство третьей очереди парка. Именно самарцы выбирают, какие объекты преобразятся в следующем году. Михаил Ермоленко, Григорий Бляшаков. События. Активная работа в эту субботу велась и во дворах. Подробнее в сюжете Александры Гусевой. Собрать жухлую листву, взрыхлить землю на газонах, покрасить ограждение и лавочки. У жителей дома 25 по улице Новосадовой работа кипит с 8 утра. Каждому захотелось внести свой вклад в апрельский субботник. Каждый год в своем дворе выхожу на субботник. Считаю, что привести в порядок площадку, которую я каждый день вижу из окна, и мимо которой хожу я, моя семья, дети. Это важно. И если мы сами не сделаем так, как нам кажется красиво и аккуратно, то чего требовать от других. Около 30 жильцов дома на Новосадовой 25 вышли во двор, чтобы навести чистоту и порядок. Брать с собой какой-либо инвентарь не пришлось. Управляющая компания закупила все необходимое. Краску, перчатки, мешки, грабли, лопаты. Местные жители сразу же распределили обязанности и взялись за дело. Субботник проходит быстро и слаженно, особенно когда рядом давно знакомые соседи. По большому счету, хочу сказать, субботники – это не только время, когда можно навести порядок. Это есть возможность пообщаться в неформальной обстановке. У нас жители достаточно активные. В октябрьском районе существует свой дворовой чат, домовой чат, где мы обсуждаем обычно проблемы. Здесь же есть возможность еще пообщаться, увидеться. В Октябрьском районе более тысячи человек приняли участие в общегородском субботнике. Наступила хорошая погода весенняя, да, растаял снег, и мы наконец-то все вышли на субботники, чтобы привести в порядок наш родной город, наши родные улицы, дворы. В этом году весна ранняя, и у нас уже два субботника прошли, три средника, и сегодня не исключение. Оно и настроение лучше, когда ты убираешься, когда ты видишь, что светлее, чище. С начала месячника по благоустройству общественные пространства стали выглядеть заметно аккуратнее и чище. Однако на сегодняшний день еще остались территории, которые нуждаются в уборке. Их планируется привести в порядок в течение апреля. Александра Гусева, Николай Сидоров, События. Строительство новой самарской станции метро «Театральная» продолжается. Работы организованы в двух зонах – в историческом центре и в районе перекрестка улиц Новосадовой и Полевой. На второй стройплощадке занимаются фундаментной плитой под тоннелепроходческий комплекс. Все работы на участке идут в соответствии с графиком. Приступить к монтажу второго тоннелепроходчика планируется 15 апреля. К этому времени сюда из столицы вернется автокран. В центральной части города завершены переврезки кабеля по временной схеме. В ближайшее время будет переподключение. Также от Министерства строительства Российской Федерации получено очередное разрешение на строительство уже основного этапа. Выполняются работы, сопряженные со строительством. Переустройство инженерных коммуникаций возле зоны метростроя в районе перекрестка улиц Вилоновской и Глоктионовской. После завершения строительства станции Театральная и ее ввода в эксплуатацию, жители отдаленных районов в региональной столице смогут быстро и комфортно, минуя дорожные пробки, добираться до исторического центра и обратно. При необходимости после увеличения пассажиропотока, Самарский метрополитен сможет сократить интервал движения электропоездов по линии с нынешних 10-12,5 минут до 7-8 минут. Стоит также отметить, что с открытием новой станции появятся возможности для дальнейшего усовершенствования транспортной инфраструктуры города-миллионника и повышения его инвестиционной привлекательности. Польза метро доказана уже во всех крупных мегаполисах. И в Самаре, насколько мне известно, по статистике достаточно большое количество жителей города, гостей города пользуются этим видом транспорта. И благодаря тому, что появится еще одна станция, это действительно большой будет шаг вперед. Будет станция находиться в исторической части города Самары, и она, безусловно, будет востребована. Укрепление строевой выправки личного состава, демонстрация сил и средств, обеспечивающих круглосуточную охрану общественного порядка на улицах города. В Самарской области прошли гарнизонные строевые смотры и совместные инструктажи нарядов, заступающих на службу по охране общественного порядка. На Куйбышева готовность нарядов проверил заместитель начальника ГУМВД России по Самарской области Александр Афанасьев. Полковник полиции обратил внимание личного состава на необходимость бдительного несения службы, на усиление охраны общественного порядка, строгое выполнение всех поставленных задач, доброжелательность и вежливость при общении с гражданами, готовность всегда прийти на помощь. Вместе с полицейскими в смотре приняли участие представители Росгвардии, общественных организаций правоохранительной направленности, а также сотрудники частных охранных организаций. Отличившихся сотрудников ОВД и представители общественности наградили почетными грамотами, ведомственными наградами и благодарностями. В ходе проведения смотра у сотрудников органах внутренних дел проверили наличие служебных удостоверений и жетонов, экипировку и обмундирование полицейских. Заступающие в наряд продемонстрировали владение приемами рукопашного боя. Продолжили строевой смотр показательные выступления. Сотрудники Центра кинологической службы продемонстрировали слаженную работу со своими верными напарниками при задержании условного преступника. Под сопровождение Оркестра культурного центра ГУМВД России по Самарской области сотрудники Самарской полиции и Управления Росгвардии по Самарской области, общественных организаций правоохранительной направленности, а также сотрудники частных охранных организаций прошли торжественным маршем, после чего выдвинулись для несения службы на улицы города Самара. У православных верующих началась Страстная Седмица. Это неделя перед праздником Пасхи, которая в этом году наступит 16 апреля. Страстная неделя – это время, когда принято вспоминать события последней недели пребывания Христа на земле. В храмах проходят особые службы. В первый день Страстной недели, который также принято называть «чистым понедельником», люди начинают уборку дома. Нужно избавиться от всякого хлама и ненужных вещей. Важно помнить, что главный смысл Страстной недели – духовное очищение. Поэтому в это время категорически запрещено конфликтовать, совершать плохие поступки, нельзя отказывать в помощи и в прощении. Крылья Советов одержали первую победу в чемпионате России после зимней паузы. Баскетболистки Самары будут бороться за пятое место в премьер-лиге. А хоккеисты ЦСКА ВВС с победы начали финал Кубка Федерации. Подробнее в рубрике «Новости спорта». Крылья Советов одержали первую победу в чемпионате России после зимнего перерыва. Болжане на выезде встречались в Сочи. Первый тайм прошел без забитых мячей, а после перерыва счет в матче открыл защитник самарцев Гапонов. На 72-й минуте после подачи Горшкова Костанца головой переправил мяч в сетку и удвоил преимущество Крыльев. Хозяева смогли ответить лишь голым Нобуа за несколько минут до финального свистка. 2-1 победа Крыльев. Самарцы остались на 12-м месте в таблице, но увеличили отрыв от зоны стыковых матчей до 5 очков. Баскетболистки Самары выиграли первую серию мини-турнира за 5-е-8 места в российской премьер-лиге. Они и во втором матче оказались сильнее Красноярского Енисея. Сибирячки вели в счете на протяжении почти всего матча, но в четвертой четверти игроки Самары совершили рывок 9-0, после чего инициативу в матче не упускали. 67-62 победа Самары и 2-0 в серии. Теперь волжанкам предстоит играть со «Спарты эндка» за 5-е место. ЦСКА ВВС начали финальную серию Кубка Федерации против «Динамо Алтай» из Барнаула с победы. В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами. Счет открыли гости, но самарцы сравняли счет. Затем на льду была равная игра. В третьем игровом отрезке судей назначили два булита. Летчики своим шансом воспользовались, а вот гости штрафной бросок не реализовали, и после этого шансов забить практически не имели. 2-1 победа ЦСКА ВВС. Уроженка Тольятти Дарья Касаткина на теннисном турнире в Чарльстоне остановилась на стадии полуфинала. Она уступила представительнице Туниса Онс Жабер 5-7-5-7. Встреча продолжалась 1 час 49 минут. Россиянка ни разу не подала на вылет, совершила три двойные ошибки и взяла пять геймов на подачу сопернице. При этом на своей подаче она проиграла семь геймов. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Ботанический сад Самарского университета имени Королева, один из крупнейших университетских ботанических садов России и старейший на Средней Волге, откроет двери для посетителей 21 апреля. Об этом сообщают в своем телеграм-канале руководители управления информацией, аналитики администрации Самара Елена Рыжкова. В будние дни ботанический сад будет работать с 10 утра до 20 часов, а в выходные и праздники с 10 утра до 17.00 – санитарный день среда. Телеграм-канал Кировского района тем временем напоминает, что начался сезон клещей. Их особенно много по обочинам лесных троп и дорог. Находясь на природе, избегайте влажных затененных мест с густым подлеском и травостоем. Без надобности не забирайтесь в молодые поросли осенника, в Малиннике, где клещи встречаются чаще всего. Выбирайте для прогулок светлые рощи, открытые поляны, где ветрено и солнечно. К концу 2024 года в Самарской области будет создано 92 профильных педагогических класса, информирует в своем телеграм-канале Градской департамент образования. В этих классах ребята изучают введение в психологию, педагогику, развивают коммуникативные навыки и ораторское мастерство. Лучше узнают свои профессиональные предпочтения, демонстрируют педагогические таланты. За два последних учебных года в 150 школах Самарской области сформировали 52 педагогических класса наполняемостью 1038 человек. В музее-галереи «Заварка» проходит выставка «Самарские наличники». Об этом пишет телеграм-канал администрации Ленинского района. В каждом из трех залов музея представлены предметы, связанные с деревянными наличниками. Это дореволюционные, советские и современные столярные инструменты, детали резного декора, подлинный исторический наличник, литература, сувенирная продукция, посвященная окнам старых домов и обрамляющим их деревянным украсом. Выставка будет работать до 31 мая на Самарской 207А. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok